Звонит как-то мне однажды одна моя знакомая и с неожиданным вопросом говорит, слушай Юра, только ты можешь ответить мне, потому что ты человек искренний, ты человек простой и ты всегда говоришь правду в глаза, хотя это и иногда неприятно. Скажи мне, пожалуйста, Юра, почему у меня нет мужика? И я подумал, действительно, почему у нее нет мужика, и я думаю, что этот вопрос зовет многие женщины, поэтому многим, наверное, будет интересно, что же я ей ответил и почему. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Смотрите, женщина абсолютно успешная, с деньгами, все у нее хорошо, есть квартира, денег вот так, и дети обеспечены, но почему-то все может себе позволить абсолютно, одевается шикарно, но нет мужчины рядом. Почему такое происходит? И таких женщин у меня есть много среди знакомых, ну вот конкретно об этой. Ее история такая, в начале 90-х, когда, ну вот, обычная советская семья, понимаете, там муж инженер, она, двое детей, и начинается перестройка. И все мы тогда оказались на грани нищеты. И люди говорят, надо как-то выживать, надо что-то делать. Она говорит, естественно, мужу, слушай, надо что-то делать, надо организовывать бизнес, что ли, потому что все, а муж инженер, что там платят, ничего, на зарплату инженера заработать нельзя. Она начинает говорить, что надо работать, он говорит, да ну нафиг, все, тут делать нечего, и вообще надо валить из этой страны. Короче говоря, скандалы и так далее. Она говорит, что, ну, если ты не занимаешься, то я буду заниматься бизнесом. И, в общем, сказать, дело идет к разводу, муж, они разводятся, муж уезжает в Америку, если это так, то так, забирает с собой сына, в общем, трагедия. Она остается здесь и начинает заниматься бизнесом. И она проявляет в этом крайнюю активность. Она зарабатывает бешеные деньги, она торгует на оптовой базе, потом занимается другим бизнесом, зарабатывает еще больше денег, полный успех, но, к сожалению, мужчины так и нет. Хотя вокруг нее есть много мужчин, значит, они там богатые очень и так далее, но как-то вот не получается. И она говорит, ну, почему у меня нет мужика? И я знаю еще одну женщину, которая тоже в разводе, которая тоже добилась бешеного успеха, и у нее тоже шикарный бизнес, и тоже, как бы, она без мужчины, и еще одну женщину. И таких женщин много, таких примеров много. И все они занимаются бизнесом, они все успешные, но почему-то одиноки. И это беда. И что я сказал ей? Я так глубоко задумался и говорю, слушай, а ведь тебе не нужен мужик, поэтому его и нет. Говорит, как не нужен? Я говорю, потому что ты сама мужик. Он внутри тебя. Ты совмещаешь две функции. И мужчины, и женщины. Мужчина – это защитник, мужчина – это кормилец, мужчина, так сказать, как бы обеспечивает детей, семью. Ты взяла эти функции на себя, добровольно. И ты с ними справляешься. Зачем тебе мужик? И то же самое могу сказать о других женщинах. Они добились успеха. Они обеспечили своих детей. И дети сейчас самостоятельные. И все у детей хорошо, но перестроить себя они не могут. У них мужчина сидит внутри. И, к сожалению, это трагедия, потому что хочется все-таки сильного плеча, хочется быть женщиной, хочется разреветься иногда, хочется с кем-то поговорить, а она сильная. Она не может. Потому что, фактически, мужчина внутри нее. Как вы думаете, правильно я сказал, действительно ли это так. И есть ли у вас примеры успешных женщин, которые вполне себе успешны, и у них есть семья, и счастливая семья. У меня есть такие тоже примеры, но их совсем немного. И, может быть, они просто исключения. А может быть и нет. Что вы думаете по этому? Напишите. Спасибо.